Добрый вечер, уважаемые земляки! Заканчивается 70-й день войны. 70 дней мы вместе со всей страной боремся с агрессией, держим оборону и работаем на победу. Благодаря нашей доблестной армии и нашей общей работе, ситуация в Кремроге и Криворожском регионе стабильная и полностью контролируется вооруженными силами Украины и военной администрацией. Возможности нашей обороны значительно увеличены, планы врага по новому продвижению с южного направления терпят неудачу. Линия боестолкновений по-прежнему проходит внутри Херсонской области в 50 километрах от города. Я постоянно нахожусь в контакте с нашими военными и могу точно сказать, что боевой дух всех частей очень высокий. Мы готовы бороться за каждый сантиметр одной земли. Орки продолжают проводить подлую тактику выжженной земли и запугивание мирного населения. Продолжаются обстрелы мирных территорий. Сегодня опять были обстреляны Новоронцовка, Осокоровка, Заградовка, другие села. Продолжается вести системная работа по укреплению всех линий защиты города, строительству новых оборонных сооружений. Для этого в военной администрации задействованы все ресурсы города, тяжелая техника. Постоянно идет обеспечение строительными материалами. Проводится также работа во внутреннем периметре города. Убедительно прошу, как криворужан, так и жителей района, не фотографировать проводимые работы, не выкладывать и не комментировать в соцсетях. В самом Кривом Роге обеспечена работа всей инфраструктурой. Все районы города со светом, газом, водоснабжением. Работают промышленные предприятия, малый и средний бизнес. Кстати, интересный факт. С 15 апреля центр виза возобновил в городе прием заявок на оформление бизнеса. И с этого времени, несмотря на войну и то, что мы прифронтовой город, создано 30 новых объектов хозяйствования. Из них 14 ФОПов. Работающая экономика – это тоже очень важно. Напомню, в условиях военного времени в Кривом Роге малый и средний бизнес освобожден от арендной платы за использование коммунального имущества. За 70 дней мы вместе с вами, дорогие земляки, сделали очень многое. И мы будем продолжать работать до нашей победы. Столько, сколько потребуется. Потому что нас не запугать, не сломать и уж точно не победить. Сохраняем выдержку, спокойствие. Верим в наши вооруженные силы, в президента. Доверяем официальным источникам информации. Скучная вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.